Акции компании Амазон принесли владельцу 13 миллиардов долларов за 15 минут. Туркменистан и Китай завершают строительство газопровода стоимостью 3,2 миллиарда долларов. Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку до 7,25%. Как сообщили на пресс-конференции, в стране идет активная работа по оздоровлению банковского сектора. За первый месяц года валютные резервы страны выросли на 2% или на 1 миллиард долларов. Об этих и других новостях Центробанка Азербайджана в нашем сюжете. С сегодняшнего дня базовая процентная ставка в Азербайджане снижена до 7,25%. Верхний предел процентного коридора установлен на уровне 9%. Нижний предел – 5,5%. По словам председателя Центрального банка Эльмана Рустамова, в январе стратегические валютные резервы увеличились почти на 2% и превысили 52 миллиарда долларов. За первый месяц года валютные резервы Госнефтефонда и Центрального банка Азербайджана выросли на более чем 1 миллиард долларов. В текущем году мы также ожидаем инфляции на низком уровне – плюс-минус 2%. По официальным статистическим данным, рост реального сектора экономики в прошлом году составил 2,2%. Это хороший показатель. При этом рост нефтяного ВВП – 3,5%. По словам Эльмана Рустамова, деятельность Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда должна постепенно переходить на коммерческую основу. Предлагается разработать новую модель страхования банковских вкладов населения. Будучи главным источником доходов банков, вклады населения выросли на 3,4%. Клады физических лиц в долларах в банках снизились с 63% в 2018 году до 52% в 2019 году. Кредиты, выдаваемые в долларах, снизились с 38% до 35%. Количество карт в обращению увеличилось на 13%. Безналичные операции с картами выросли на 58%. Количество банкоматов, установленных в Азербайджане, составило более 2,5 тысяч. Это 5,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 68 тысяч единиц посттерминалов установлены в объектах торговли и услуг. Центробанк отмечает, что рейтинг Азербайджана будет расти благодаря продолжению реформ в стране. В настоящее время кредитный рейтинг Азербайджана от таких ведущих рейтинговых агентств, как Fitch Rights, S&P Global Rights, на уровне стабильный. Кюльнас Гасамова, CBC. Центробанк Азербайджана рассмотрит вопрос изменения параметров процентного коридора на очередной встрече, запланированной на 19 марта. Председатель Центробанка в ходе пресс-конференции также затронул тему коронавируса. Эльмар Устамов отметил, что регулятор готов оказывать воздействие с целью уменьшения рисков для экономики страны. Если возникнут шоки, наши валютные резервы в объеме 52 миллиардов долларов помогут их предотвратить, заключил глава Центробанка. К счастью, в Азербайджане до сих пор не зафиксировано случаев заражения. Соответствующие структуры приняли ряд мер и решений по обеспечению безопасности населения. Правительством проведена серьезная работа в направлении противостояния внешним вызовам. Так, бюджет Азербайджана рассчитан, исходя из цены на нефть на уровне 55 долларов за баррель, что является достаточно рациональным подходом, сводящим внешние риски к минимуму и практически гарантирующим годовой профицит от разницы цен. В любом случае сильная стратегическая валютная база готова успешно противостоять самым серьезным внешним вызовам. Между тем, коронавирус уже оказывает влияние на мировые рынки и ряд секторов экономики, прежде всего туризм и авиаперевозки под ударом. Под мнением Международного валютного фонда, влияние на экономику Китая носит временный и обратимый характер. МВФ одобряет принятые меры по борьбе со вспышкой эпидемии, тесную работу со Всемирной организацией здравоохранения. В свою очередь, МВФ готов помочь странам справиться с экономическими последствиями коронавируса. Мы ожидаем, что многие из экономических эффектов будут временны и могут быть обращены вспять, когда вирус отступит. Поскольку дороги и аэропорты откроются, люди вернутся на рабочие места, компания навествует упущенное. Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева подтвердила, что негативное влияние коронавируса может быть ощутимо уже в этом квартале. По данным органов здравоохранения Китая, число подтвержденных случаев вируса на утро пятницы составило около 10 тысяч человек. Число жертв превысило 213 человек. Несмотря на эти пессимистичные новости, американский рынок акций перешел к росту. Инвесторы оценивают данные по корпоративной отчетности в Соединенных Штатах. Под предварительным отчетом Министерства торговли Соединенных Штатов в четвертом квартале 2019 года экономика выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы. Количество впервые обратившихся за пособием по безработице сократилось до 216 тысяч человек. Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с продленными национальными праздниками. Прочие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона перешли к росту после заявлений Всемирной организации здравоохранения о том, что вспышка вируса в Китае – чрезвычайная ситуация международного значения. Однако не рекомендуется вводить какие-либо ограничения на передвижение людей и товаров. Возвращаясь к теме корпоративной отчетности в Соединенных Штатах, за четвертый квартал 2019 года рыночная стоимость Microsoft увеличилась на 2,8%, капитализация Tesla подкачила на 10,3%, акции Coca-Cola подорожали на 3,3%. По мнению экспертов, финансовые показатели продемонстрировали лучшие результаты, чем прогнозировал рынок. Квартальные показатели компании Apple приятно удивили. Отметился и рост выручки, и рост прибыли на одну ценную бумагу. Это тут же отразилось на поведении акций компании на бирже. Несколько расстроили показатели Facebook, но здесь рост издержек. Он больше запланированного. И в квартальном сопоставлении видно, что он пока только увеличивается. В целом все достаточно неплохо. Ожидания на первый квартал по большинству американских компаний в целом позитивны. По данным Bloomberg, всего за 15 минут стоимость акций крупнейшего онлайн-ретейлера США Amazon выросла почти на 10%. На фоне отчетности компании капитализация превысила триллион долларов. Ее создатель Джефф Безос разбогател в течение минут на 13 миллиардов долларов. По последним оценкам Forbes, состояние Джеффа Безоса достигло 129,5 миллиардов долларов. В полночь с 31 января на 1 февраля Великобритания после трех с половиной лет споров и сменившихся премьер-министров покидает Европейский Союз формально. В соответствии с договоренностью с Брюсселем страна в 11 часов вечера вступает в переходный период. Теперь странам необходимо найти компромиссы относительно дальнейшего построения торгово-экономических и других отношений. Полночь в Великобритании официально покинет страну. Европа – цена для всего мира, поскольку является экономическим рынком. С завтрашнего дня начнутся обсуждения. Мы будем защищать свои интересы, но попытаемся сделать это на основе дружбы и братства. Думаю, это желание разделяет все наши граждане. Накануне Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании сотрудничества в нефтегазовой сфере. Соглашение содержит в себе несколько пунктов, в том числе осуществление поставок азербайджанских нефтепродуктов на внешние рынки. В Киеве состояло заседание Азербайджана-Украинской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству. Стороны подписали документы о сотрудничестве, обсудили транспортировку и поставки углеводов, инвестиции в энергетический сектор. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Киев заинтересован в участии в проекте «Южный газовый коридор». В Украине нет нефти, но есть нефть перерабатывается в предпроекте. В Азербайджане есть нефть. С точки зрения, ну, здравой логики, было бы хорошо. Азербайджан поставляет нефть в Украине, в Украине перерабатывается и продается. На сегодняшний момент есть азербайджанская корпорация, довольно известная, большая, которая поставляет в Украину действительно нефть, перерабатывается, продается на территории Украины, даже продается за хранится. Киев и Баку нацелены на всестороннее развитие экономических отношений. Сегодня стороны развивают отношения не только в сфере энергетики, но и по другим направлениям. В целом, объем украинских инвестиций в экономику Азербайджана составляет почти 25,5 миллионов долларов. Объем азербайджанских инвестиций в Украину превысил миллиард долларов. Было совместное производство, именно производство, по переработке. Возможно, некоторым азербайджанским инвестерам было бы интересно поработать в аграрном секторе Украины, когда открылся рынок земли. Ключевым игроком на рынке Украины является госнефтекомпания Азербайджана «Сокар». Под этим брендом в Киеве и других городах действует 60 автозаправочных пунктов и 4 нефтебазы. В настоящее время идет строительство новых автозаправочных пунктов. Очередное заседание Азербайджана-Украинской рабочей группы по энергетическому сотрудничеству состоится в 2021 году в Баку. Эльдар Расулов, Сибиси. По мнению трейдеров, в случае, если ОПЕК не примет экстренные меры, цена нефти будет продолжать падение. Сегодня стоимость нефти перешла к незначительному росту, однако коронавирус может пошатнуть экономику самого крупного мирового потребителя нефти Китая, что негативно отразится на стоимости сырья. Всего 0,2% строительных работ остались по закладке первого тоннеля газопровода «Центральная Азия-Китай». По данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, первый объект проекта будет сдан в эксплуатацию в этом году. Газопровод берет начало на туркменском месторождении Галкныш и заканчивается в Синьцзянь-Ургуевском автономном районе Китая. Стоимость газопровода «Таджикистан-Китай» – 3,2 млрд долларов. Документы о строительстве газопровода подписали еще в сентябре 2013 года. Общая протяженность – около 1 тысячи километров. Отмечается, что газопровод проходит по территории Узбекистана, Таджикистана и Кырестана. Это были главные новости мира финансов и энергетики. Оставайтесь на Си-Би-Си. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова